Дорогие друзья, а это средневековая баня в старом городе. 17 век. Нашли ее в 2016-17 году, в 19-18 шли восстановительные работы. Над ней находилась когда-то комендатура. Сегодня этот шедевр можно посещать. Пойдете посмотрим, что там внутри. Дорогие друзья, как раз мы у входа в баню. Баня 17 век, над ней была комендатура. Они же, посмотрите, обнаружили недавно тайный туннель 15 века. Этот туннель ведет прямо до метро Ичариша-Хэш. Идемте посмотрим. Какая красота, друзья. Азербайджанцы, которые мылись тут в 17 веке, были определенно очень чистоплотными. Смотрите, культура хамама. Вот мы и находимся в средневековом спа. Начнем обзор. Это рецепшн. Спа 17 века. Здесь сидели, курили гальян, пили чай. Сюда собирали свои тапочки. Видите, они выглядели примерно вот так. Средневековые тапочки. Посмотрите, как круто. Приходили, клали. Здесь были женские дни и мужские дни. Дальше идем. Реквизиты. Разные тазы. Кюрне хамам, кюрне таз. Это для хны. Это для духов. Это подставочка. Это для ножек. В общем, брали то, что нужно. Все очень дорогое, серебряное. Здесь бурлил фонтан. Здесь вы видите останки посуды. Ну, вот примерно спа выглядел вот так. Представляете? В бане 17 века. Ну, человек идет, конечно же, переодеваться. Идемте в переодевалку древнего спа. Здесь можно переодеться, как я понял. Одна из комнат для переодеваний. Можно также пойти в другую комнату. И там переодеться. Но вот бывает же, человек хочет в туалет. И мы сейчас с вами посетим средневековый туалет. Такого вы еще не видели. Да, друзья мои, это средневековый туалет. Он выглядел так в 17 веке. Представляете? Это вот такая вот, короче, яма. Вот сидели и становились счастливее. Вот туда все это уходило. Человек выходил отсюда счастливый, со своей автофлой. Тут он уже переодевался, оставлял все свои вещи. И такой счастливый шел купаться. Посмотрите, друзья, кстати, это средневековая, видите, сантехника. Представляете? Конвенционная труба из глины. Круто? Здесь мы попадаем в главную залу. Как вы видите? Тут горячая вода была. Человек, в общем, сидел, отдыхал, умылся. Тут была холодная вода. Тоже грелась. Там дальше котельня. Представляете? А вот этот кусок древесины нашли тут и отправили на экспертизу. Именно благодаря этому куску древесины определили, что это баня именно 17 века. Вот. Так примерно и выглядел спа в средневековом хамаме. Видите? Кися. Человека мылили, делали ему массаж, ходили по его спине. В общем, приводили в порядок. Выкручивали кости, и человек становился счастливым. Здорово. Видите эти дырочки на потолке? Посмотрите. Видите? Внутри каждой этой дырочки, друзья мои, находится кувшин пустой. Для чего? Для того, чтобы тут была идеальная звуковая система. Не было эхо и была акустика. Представляете? А вот тут я вам еще интересную вещь покажу. Вот, например, картина «Это женский день». Когда женский день, вешали на входе красную ленточку. Приходили только женщины мылись. Ну, или был мужской день. Отсюда из стены шла вода. Вот здесь, представляете? Горячая, холодная. Человек мылся. Уникально. Средневековый спа. Давайте посмотрим еще кое-что. Вот она парная. Представляете? Отсюда человек заходил туда, и там вот из котельни подавался туда пара. Человек в этом пару стоял и получал удовольствие. Давайте попытаемся туда зайти. Конечно, здесь места немного. Пар поступал. Человек парился и становился счастливым. И, наконец, я покажу, друзья мои, толщину стены этого шедеврального сооружения. Посмотрите просто на толщину стены. Посмотрите. Круто, да? Просто крепость. Так, друзья, выглядела баня, когда ее нашли и реставрировали. Посмотрите, это сложнейшая система. Как вы думаете, что это черного цвета? Здесь было хранилище угля. Именно тут его набирали, брали и несли вниз. Тяжелый труд, я вам скажу. И мы с вами направляемся в котельню. Это котельня. Этой самой сложнейшей бани. Посмотрите, какая бойлерная, уникальная система. Кстати, многие приезжают, туристы, и говорят просто вау. Супер. И здесь подавали уголь. Прямо внутрь там набирался пар, горячая вода. Тут, кстати, в этой бане используется уникальная система теплых полов. Использовалась в 18-17 веке. То есть здесь был теплый пол. Представляете? И она вот так вот отапливалась. Сложно, но гениально. Цените прошлое, иначе у вас не будет будущего. До свидания. Мы с вами были в старом хамаме 17 века, в городе Баку. До свидания.